Здравствуйте! В эфире город С. Татьяна Дмитриева. Как управляющая компания организует весеннюю уборку территорий? Какие стандарты обслуживания жилфонда существуют? Об этом говорим сегодня и в нашей студии директор муниципального предприятия «Универсал быт» Сергей Куманцов. Здравствуйте, Сергей Иванович! Добрый день! Расскажите про ваше предприятие, что оно из себя представляет и какие характеристики важны для управляющей компании? Что там должно быть? Что из себя представляет? Наша компания сравнительно молодая. Мы по заданию губернатора и мэра города, организованная, приступили к работе с августа месяца прошлого года, получили лицензию и приступили, вошли в эксплуатацию держания жилого фонда Красноглинского района, вошли по решению комиссии ГОЧС. Управляющая компания на тот период, который обслужила эти дома, она перестала работать, прекратила обслуживать, и мы были вынуждены на этих условиях войти в управление. Начинали нашу работу практически с чистого листа. Не было ни места, ни техники, ничего. Ну вот в данном случае большую поддержку, безусловно, оказала администрация города. Значит, на сегодняшний день мы имеем вузведение и помещение, и имеем техническое оснащение, имеем спецтехнику. Мы приступили к обслуживанию жилого фонда по конкурсу в сентябре, в конце августа, в сентябре, и взяли на обслуживание 600, сегодня мы обслуживаем 667 домов. Это Кировский и Красноглинский район. Немножечко у нас есть кусочек в промышленном, там совсем немножко, 12 домиков у нас. В основном мы сосредоточены на обслуживании вот этого жилого фонда. У каждого района есть своя специфика. У вас Кировский такой промышленный и Красноглинский совершенно другой. Вот как вы с этим справляетесь? И вообще вот есть какая-то специфика, что вы работаете, и у вас основной жилфонд вот такой-то? Мы, в общем-то, не то что стараемся, мы подходим к обоим районам одинаково, жители у нас все равны. Что касается вот самой структуры жилфонда, в котором нам приходится работать или в котором мы работаем, это, безусловно, на сегодняшний день не самый лучший жилой фонд. То есть муниципальное предприятие было создано на том жилом фонде, который не взяли в работу коммерсанты, вот скажем так. То есть частные управляющие компании от этого фонда отказались. Фонд сложный. Если говорить о той методике, которая принята у нас в Самаре, это шестая, седьмая категория, это практически одно и двухэтажное здание, построенное, скажем, 50-60 лет назад. Вот такого фонда в нашей управляющей компании порядка 80%. И вот на сегодняшний день, когда мы приступили к эксплуатации этого фонда, безусловно, очень много вопросов стоит перед нами. Но тем не менее, вот если посмотреть на прошлый год, как мы начали работать, как отработали зиму, я бы сказал, что вот то, что мы планировали, то, что мы пытались, скажем, создать, организовать на сегодняшний день, мне кажется, что получилось. А знаете еще, Сергей Иванович, вот показатель какой. Если от других управляющих компаний дома отказываются, а переходят вот в вашу, например, то это говорит о том, что у вас уже есть свое лицо, доверие. Такого еще не случилось? Да, я как бы не хочу говорить о том... Но факты есть, да? Да, у нас уже пришли три дома, к нам подошли три дома, мы пообщались, и эти дома сейчас перешли к нам в управление. Есть такие случаи, но мы не ставим задачу перед собой, вот такую экспансию, там кого-то с рынка вытеснить. Перед нами четко поставлена задача организовать работу вот на том фонде, который есть. И у нас на сегодняшний день очень много работы. Мы говорим о том, что предприятие работает всего шесть месяцев, а у нас не было времени ни на раскачку, ни... Практически мы приступили к работе, это в тот период, когда город запускал тепло. То есть мы должны были запускаться прямо с нуля, и предприятие справилось. Мы запустили отопление, это была большая наша первая такая серьезная работа, мы запустили отопление в те сроки по постановлению главы города, которые определил глава. То есть мы ни на день, ни на день не вышли из графика, и даже были случаи, когда мы помогали вот по пуску тепла соседнему нашему предприятию, там тоже были проблемы, мы помогали. И еще один такой серьезный момент, когда я говорю о том, что предприятие состоялось, да, я говорю о том, что вот закончился вот этот зимний период. Зима была непростая. Были дни, когда снеговой покров, снег выпадал достаточно серьезно, достаточно серьезно. Это вот была та проверка, о которой я говорю. Проверка на прочность. Да, и нашим сотрудникам, и дворникам, и механизаторам приходилось работать, начинать работу свою тогда, когда еще город спал. Мы начинали работать вот с четырех, с трех утра. И практически, практически вот на тех территориях, на которых мы работали, замечаний таких серьезных не было. Вот та техника, которая у нас есть на сегодняшний день, вот то, что нам удалось организовать, позволяет за сутки пройти всю нашу закрепленную территорию при выпадании снега где-то около 10 сантиметров. Если это, скажем, сильные снегопады, которых было вот два или там, скажем, два с половиной в этом году, да, то это до 20 сантиметров. То вот такой покров, такой снегопад, такой снегопад мы отрабатываем где-то, все территории по одному разу мы отрабатываем где-то за двое суток. Но это говорит о том, что норматив значительно больше. Это говорит о том, что мы, ну, не прекращаем, безусловно, работать, мы опять возвращаемся и, скажем, продолжаем где-то что-то поправлять, потому что, скажем, не всегда получается все так хотелось бы. Почему? Потому что много проблем всяких. И где и наши товарищи не очень хорошо там себя показывают, но и где и собственники, жители домов оставляют технику на ночь. И очень тяжело работать в снегопады, когда техника стоит у двора, у домов, и техника габаритная, вот тут опасно. Вот важно, да, взаимопонимание с жильцами, с собственниками жилья найти, чтобы вот не было таких препятствий, чтобы не оставляли, не бросали машины на дорогах, в дворах и так далее. Вот такая работа и ведется, такая работа ведется, но, как правило, в 4 утра ее не проведешь. Потому что вот проходим разово, а уже потом, когда где-то понимаем, что не получается что-то, здесь уже, конечно, привлекаем и старших по домам, пытаемся как-то, чтобы нам обозначили время, когда лучше почистить дворы. Бывают такие случаи, и достаточно нормально все это работает. По кровлям вот в этом году тоже хотелось бы сказать, что мы практически все кровли, у нас скатные кровли, это двухэтажные дома, ну, представляете, да, пятиэтажные, двухэтажные. Так вот, мы прошли 2,5-3 раза, кровли почистили. Там же тоже вот много жалоб возникает от самих же жильцов, говорят, что пробивают вот некоторые такие работники кровлю, что потом они почистят и начинают весной заливать квартиры. Бывает всякое, но здесь, мне кажется, лучше почистить, потому что это жизнь людей, это жизнь людей, это безопасность людей. И вот нам в этом году удалось сделать, я считаю, то, что у нас, вот в результате той работы, которую мы провели, у нас все получилось, и вот на этих домах, которые мы эксплуатируем, не было ни одного несчастного случая, чтобы там что-то упало. Да, это очень серьезный такой вот момент, показатель, но, безусловно, безусловно, работать пришлось всем много. А у вас нет вакансий? Потому что вот часто говорят, что зарплаты небольшие в сфере ЖКХ, у тех же дворников, работников. Сегодня вы укомплектованы, штат? Или все-таки в ком-то нуждаетесь? Вот воспользовавшись эфиром, можете пригласить даже, если нужны специалисты. Специалисты. Нет такой проблемы? Что касается дворников, это такой интересный вопрос. Больной и по городу, в общем, стандартная формулировка всегда у всех, 50% укомплектованы из дворников, и как бы все на этом. Но это говорит о том, что дворники убирают там полторы нормы, до двух норм. Чтобы заработать. У нас немножко по-другому. Мы подошли к этой проблеме немножко по-другому. Ну, наверное, может быть, в силу того, что когда формировали предприятие, мы привлекли людей, которые работают в отрасли не один и не два года. То есть мы понимали эти проблемные ситуации, и нам удалось сделать зарплату дворников немножко побольше, чем, скажем, принято. Даже глава города говорил во всеуслышании, что нужно поднимать зарплату дворникам, искать эти возможности. Потому что, конечно, чистота, благоустройство – это нужно. Вот мы и пошли по этому пути, пошли по этому пути. И на сегодняшний день 85% мы укомплектованы дворниками. 85% – это достаточно высокий процент. И мы на сегодняшний день… Вот есть участки, есть сотрудники, которые выбирают, скажем, 1,3, 1,1 участка. То есть есть немножко превышение нормы, но увеличивая фонд заработной платы, то есть подходя к этой проблеме именно так, увеличивая оплату дворникам, чего мы достигли? Мы ожидали, что люди будут брать по два участка стандартно. Получилась другая ситуация, для нас очень приятная. Получилось то, что, получая вот эту заработную плату, люди лучше убирают один участок, там 1,1,1. То есть качество лучше, да, качество лучше, и не стремятся, скажем, взять две нормы, три нормы. То есть получается, что увеличив немного, ну немного мы увеличили, у нас где-то в среднем сейчас зарплата от 14 до 17 тысяч дворник получает. Но вот немного мы там увеличили, и получается, что вот качество здесь, на мой взгляд, ну получше стало, на мой взгляд, получше стало. Но еще говорить о том, что все хорошо нельзя, это не так. Сергей Иванович, очень много зависит от руководителя. Вы отработали всего полгода, и вот уже какие-то показатели такие хорошие вырисовываются. У вас какие основные принципы в работе? Вот как руководители? Какой бы руководитель ни был, я считаю, в основном это, безусловно, работают люди. Люди, и тот коллектив, который сформирован. Мне кажется, что вот при, какой такой основной достижении, да, вот, мне кажется, это то, что удалось за эти полгода сформировать работоспособный коллектив, причем коллектив, который смог, смог выполнить вот эти поставленные задачи. Не хочу сказать, что так все просто и легко. И текучесть кадров у нас первые 3-4 месяца была серьезная. Ну, наверное, потому что требования, те, которые мы предъявляем к людям, ну, должны соответствовать сегодняшнему дню. И из-за этого, мне кажется, вот, и первые 3 месяца была такая текучесть. Сейчас прошла какая-то стабилизация, все устаканилось, и где-то текучесть где-то в порядке 3-3,5 процентов. То есть это норма, это норма. Но было значительно больше. А сегодня какие стандарты обслуживания жилфонда существуют вообще для всех управляющих компаний? И есть ли какая-то дифференциация для муниципальных, разница или нет? Или вот все они одинаковы для всех? Ну, понимаете... Вот самый главный требователь к управляющих компаний, что они должны сделать? По отношению к коммерческим предприятиям большой разницы нет. Но, на мой взгляд, муниципальные предприятия, это предприятие, которое, ну, более приземлено. Более приземлено. Нет у этого предприятия, скажем, контроль со стороны администрации, раз. Учредитель департамента имущественных отношений города, да, департамента имущества города, да. То есть это о чем говорит? Это говорит о том, что средства... Произвола уже никто не допустит, да, вот такого, как жалуются жильцы, что вот частники приходят, только деньги, деньги платим, платим, а тут и не сделано, и тут и не дозвонишься, не дозовешься и так далее. Вот есть такой перекос. Вот очень интересный момент. Смотрите, если мы говорим про муниципальные предприятия, да, то мы по прошлому году, вот тот кусочек времени, который отработали, мы сработали, немножко заработали прибыль. Так вот, эта прибыль, поскольку у меня департамент управления имуществом, мы с этой прибылью делимся с бюджетом. Бюджет опять эти деньги вкладывает в город. То есть круг замкнулся. Ну, я не слышал, чтобы, допустим, какая-то частная компания перечислила в бюджет половину прибыли и что-то там воздвигли даже неграндиозное. Поэтому вот создание вот таких муниципальных предприятий, оно само по себе уже как бы направлено на людей, для людей. То есть деньги, которые мы зарабатываем, прибыль, которую мы зарабатываем, она по-любому уходит опять горожанам. По тем ли, по другим ли видам, но все равно. Вот, допустим, нам удалось приобрести технику. Вот мы уже на собственные средства, для того, чтобы облегчить труд дворников, мы купили несколько снега от Брастиль. Ну, вот такие вот, за 50-60 тысяч вот эти вот машины. Вот для того, чтобы, скажем, ребятам полегче было работать. Скажем, купили два УАЗика, купили Волгу, но это для того, чтобы обеспечить аварийную службу и так далее. Но, опять же, мы говорим о том, что собственниками этих основных фондов не частное лицо. Да, мы не спрятим, да? Нечастное лицо. Департамент, наверное... Уйдет директор, уйдет Куманцов Сергеевич, президент, любое другое. Это все останется на предприятии. Любой сотрудник уйдет, это все равно останется опять на предприятии. И это оборудование, эта техника, эти основные фонды, они будут работать на жителя. Ну, вот в структурах частных немножко не так. Безусловно, не так. Их не хочу обижать, конечно, там есть свои плюсы. Вот хочется понять эту разницу. Там есть свои плюсы, безусловно, скорость принятия решения там побыстрее. У нас, конечно, это немножко посложнее, но может быть и правильно. Может быть и правильно. Оно и подольше, подлиннее, но зато это позволяет, скажем, четко понимать, куда, зачем и для чего тратится рубль в государстве. Вот я так думаю. Вы уже несколько раз сказали, что тесно сотрудничаете с муниципалитетом. Я предлагаю послушать высказывание главы города, которое он озвучил на встрече с жителями Самарского района. Как раз оно касалось управляющих компаний. Послушаем, потом продолжим. Мы вводим электронную систему контролирования, в рамках которой каждая управляшка будет отчитываться о выполненных работах в течение дня. А глава района внутригородского будет видеть, насколько заполняется специальная карта, характеризующая, что те или иные работы выполнены. Кроме этого, там будут фиксироваться все ваши обращения. Вот видите, вводится дополнительная система контроля. И глава района будет контролировать, и жильцы тоже контролировать управляющие компании. И муниципалитет тут. Как вот сегодня что-то новое появляется? Это хорошо. В связи с тем, что мы предприятие, которое организовывалось сравнительно недавно, безусловно, есть еще над чем нам работать. И вот у нас есть такая задумка создания колл-центра. То, о чем сейчас говорил мэр. Создание колл-центра – это как раз то, что позволит и мне, как директору, и моим помощникам контролировать обращения граждан. Граждане приходят, обращаются. И мы сейчас прорабатываем эту ситуацию, этот проект, прорабатываем его. Что бы мы хотели видеть? Мы бы хотели видеть в режиме онлайн поступление этих обращений. И как быстро они отрабатываются, самое главное. Это вот второй момент. Потому что звонить-то можно бесконечно, если это все не делается. Да, сегодня получается, что все заявки идут в ЖЭУ. Если добросовестный начальник ЖЭУ, то, скажем, работа еще как-то поставлена. А если начальник ЖЭУ недобросовестный, то, соответственно, проверить очень сложно. Сколько заявок пришло, сколько отработано. А ведь от количества заявок, от того, как мы их отрабатываем, зависит и отношение жителей к нам. Ведь сегодня жилищно-коммунальное хозяйство ругают, наверное, все. Ну, какие-то моменты, может быть, заслужены, но какие-то не совсем всегда. Так вот, создание вот такого колл-центра, оно позволит получать своевременно обращения жителей, отрабатывать их и контролировать, все ли обращения отработаны. Кроме этого, если сегодня жители приходят в ЖЭУ и разговаривают с людьми, которые все-таки, их основная задача содержания жилого фонда, эксплуатация содержания жилого фонда, то мы хотим, создав этот колл-центр, посадить туда людей, которые привлечь к работе в этом колл-центре, людей, которые специально прошли обучение по вопросам общения с людьми. Потому что это очень важно. И не каждый человек, уверяю вас, может достаточно объективно ответить на тот или иной вопрос или набраться терпения и выслушать. Ведь порой случаются форс-мажорные ситуации, и там достаточно жесткий идет диалог. И вот надо уметь вот в этом жестком диалоге, скажем, подобрать такие слова и сделать такие действия, чтобы человек понял, что с ним разговаривать нормально. Особенно вот ситуация, наверное, праздничных и выходных касается. Потому что если что-то, не дай бог, случается в праздничный или выходной день, а колл-центр работает и тебя успокоит, и скажет, что когда-то кто-то там подъедет в ту страну. Татьяна, никогда-то. Я могу еще сказать, что у нас организована круглосуточная аварийная служба и 365 дней в году. То есть у нас... И вот это тоже мы хотим... И довели уже до жителей. У нас есть сайт, кстати, пользуясь случаем, говорю. У нас есть сайт в интернете, там есть все адреса и все телефоны. Куда обращаться, как обращаться, по каким случаям и так далее. Это пожалуйста. Но вот а по колл-центру это, конечно, наша голубая мечта. Почему, скажем, голубая? Потому что на сегодняшний день это затратная достаточная вещь. Мы обсуждали этот вопрос с главой Красноглинского района. Обещал помочь, обещал поддержать. Вот сейчас мы готовим документы и на главу города. Ну, где-то сами, конечно, где-то сами будем смотреть, что как. Но тем не менее... Зато подстегнет тех же руководителей, жил начальников, как вы говорили, потому что будет видна объективная реальная картина. Кто работает, кто не работает, что устранено, что не устранено. И вообще вот пик какой-то проблемный вот здесь сформировался, тут, там. Да, это действительно. Да, это позволит... Ведь у каждой заявки есть срок отработки. Контроль. Да, это... Вот, соответственно, срок. Я предвижу, что... А вот за счет штрафов за неисполнение можно содержать вот эту службу. Не устранил вовремя. Штрафы сами себя, ну, позвольте. Ну, да, это другая, да. Штрафы сами себя, это не так немножко. Проверящих организаций хватает. Другой подход. Колл-центр, он предназначен для того, чтобы повысить качество обслуживания населения. Причем это вот для нас надо, вот для меня, как для руководителя, для моих помощников, для главного инженера. То есть людей, которые непосредственно управляют вот этой ситуацией. То есть мы должны четко понимать. Это же уже в этой ситуации ни один начальник ЖЭО не скажет, работает. Вот это четко написано, почему я так уверенно говорю, потому что я уже имею опыт работы с колл-центром. Я знаю, что это такое уже изнутри. И, скажем, уже не скажешь, там, вот, материал был-был, срок был-был, а почему не сделал? Тут же надо что-то сказать. А раз человек не справляется, то уже и будем подыскивать те, которые... Определенные выводы делают. Да, ну, безусловно. То есть это очень дисциплинирует там, что это очень серьезно. И вот уж говорить, опираясь на опыт, то, опять же, хочу сказать о том, что мы ждем, мы ждем, что вот как месяца три-четыре мы себе поставили вот в перспективе создать колл-центр, мы ждем, что поток обращений будет, конечно, расти в первые дни особенно. Вот. Ну, а потом потихонечку все это станет на свои места. Вот в сфере ЖКХ, как никакой другой, присуща сезонность. Вот вы уже много сказали про зима. А сегодня? Вот какие проблемы актуальны и как они решаются? То есть на что сегодня делаете? Ориентируйтесь, делайте ставку, чем занимаетесь? Ну, вот у нас... Апрель, вот апрель. Нету таких вот выходных, да? Да, нету. У нас, если вот не прошла зима, вот только, скажем, расчистили снег, сейчас вот уже объявлен месячник по городу. Месячник по городу. А вот управляющая компания как-то в этом устроена? Потому что что нужно жильцов, чтобы жильцы вышли, где-то убрались, тосы, все такое. Ну, не так. Мы, безусловно, на тех территориях, которые закреплены за нами, да, мы работаем. Работаем каждый день. Работаем каждый день. Значит, проводим средники. Средники – это когда наше предприятие закрывается, и все инженерно-технические работники выходят на какой-то адрес, там, на два, на три адреса, и работаем. Вот был Гагаринский субботник. Мы принимали активное участие и в Кировском районе, и в Красноглинском районе. В Красноглинском районе работали на Кузнецово-13. Выходила и старшая по дому к нам, в Юнг Лидельсан. Общались, смотрели, как, что, как сделать ситуацию на этом доме лучше. Ну, у нас так случилось, что она приходила перед этим к нам на прием, рассказала ряд болевых точек. Нам удалось на вот этом субботнике организовать так работу, что вот ее обращение было услышано, и мы там тот объем работы, который был к нам апеллирован, мы его сделали. Замечательно получилось. Вот побольше бы таких неравнодушных людей. Так вот, субботники. Так вот, сейчас, вот 23 апреля, пользуясь случаем, да, пользуясь случаем, приглашаю всех жителей неравнодушных выйти и вместе с нами навести порядок в городе. Что касается вот Гагаринского субботника, который прошел, вы знаете, мы, ну, мне удалось побывать и в Красноголинском, и в Кировском районе. Я был привязанно удивлен на мехзаводе, вот меня что удивило, в четвертом квартале, на втором квартале. Это, представляете, это вот, ну, четвертый квартал, там, конечно, дома получше, вот второй квартал, это в основном двухэтажные дома. Но жители там и там с такой душой вышли работать. У нас для жителей, которые работают на вот наших территориях, у нас по ЖЭУ, вот и сейчас говорю, в следующий субботник и в средник, пожалуйста, приходите, этот инструмент весь есть, перчатки, все для того, чтобы вместе поработать и навести порядок вот на этих территориях. Ну, вот что меня удивило, не то, что удивило, а порадовало, вот порадовало. То, что очень хорошо работал мехзавод, мне понравилось, и мы постарались, вот тот объем, который был сделан, постарались там в этот же день убрать, вывести. Ну, правда, получилось не все, есть вопросы, продолжаем работать. И надеюсь, что этот вот субботник, 23 апреля, будет пройдет не хуже. А еще, наверное, даже веселее, потому что уже какие-то традиции стали в этой связи организовываться. Еще вот очень много злободневных тем, как управляющие компании участвуют в капремонте, потому что вот с капремонтом тоже вот не очень хорошая ситуация в целом складывается. Люди как-то, кто платит, кто не платит, кто понимает зачем, кто протестует, говорит, что уже пожилой, я не знаю, когда что сделают. Вот это вот. И управляющие компании как-то могут участвовать в этом, в этих работах или нет? Ну вот, это вообще тема отдельного разговора и очень серьезного. В пяти минутах об этом сложно сказать, но попытаюсь вот... Вот очень коротко. Коротко, да. Не так многое остается. Дело в том, что сам по себе капитальный ремонт, который проходит на домах, он, безусловно, должен проходить совместно с управляющей компанией. То есть управляющая компания должна участвовать в приемке работ обязательно, потому что очень много случаев, когда капитальный ремонт прошел, порядная организация ушла, никому ничего не передали, приходит эксплуатационная организация, а там и крыша течет. Ну, в общем, сделано все не совсем по технологии. То есть вот для этого, конечно, безусловно, надо... Нужно участвовать. Да, участвовать. И вот в этой связи мы в этом году попытаемся участвовать в конкурсе капитального ремонта, который объявляет рекоператор. Не знаю, конечно, как получится, но такие документы мы будем подавать. Там уже как судьба решит. Но мы вот хотим участвовать вот только на том жилом фонде, который эксплуатируем сами. Вообще было бы здорово. Да, потому что потом же вы будете его дальше эксплуатировать, все понимать и видеть. Еще очень коротко, минутка остается. Отчетность перед жильцами, потому что многие жалуются, особенно в отношении частников, что сдают деньги, а как они распределяются, куда ходят, не знают. И когда какие работы тоже непонятно будут вестись. У вас как выстроена вот эта вот схема? Значит, отчетность. Ну, по закону мы в конце, значит, за отработанный год, у нас еще его нет. Да, то есть по истечении года. Да, мы в следующий квартал должны по истечении года отчитаться перед жителями, отправить им отчет. Такие отчеты у нас тоже есть. Как мы сформируем свои планы, как мы формируем работы. Значит, мы вместе с жителями, вместе с жителями пообщались. И старшие по домам, совет на квартирного дома, на собраниях утвердили протоколы. Это планы предложения по текущему ремонту на 2016 год. Мы все это дело обобщили. Обобщили. У нас на сегодняшний день есть план текущего ремонта годовой. И планируем эти работы ежемесячно. И уже здесь смотрим, если какая-то аварийная ситуация, но она не терпит декабря, значит, мы ее делаем сейчас, немедленно. Если что-то можно отодвинуть, двигаем. И работаем вот здесь, вместе, опять же, тесно в контакте со старшими по домам, те, которые... Налажена вот эта работа, да? Пытаемся налаживать, да, но сказать, что все решено нельзя. Проблемы старших по домам тоже существуют, но это уже со стороны жильцов. Спасибо огромное за то, что пришли, рассказали о своем предприятии. Все понятно, и ваши ориентиры тоже как бы очень достойно. Спасибо еще раз, спасибо и вам за внимание. Всего хорошего, до свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!